Продолжение следует... Всем тем, кто поддерживал нас в молитве. Знаете, для меня приезд обратно в Одессу это не сюрприз, это и не приключение. Это жажда быть с народом Божьим, видеть, что Бог делает здесь, вот в нашем городе. Я знаю, что для нас сегодня очень так свежо в зале, но при всем этом, слава Богу, что это состояние у нас есть. Что мы можем собраться вместе и жить перед Ним. Сегодня в преддверии Хануки, о котором мы говорим, праздника освящения света, хотелось бы затронуть вопросы, которые касаются жизни. Например, задать вопрос, в чем суть жизни? В чем наша с вами суть? Почему мы живем? В чем суть человека? Почему наше мировоззрение вокруг нас строится из нашего бытия? Что может нас поддержать в нашей жизни, когда происходят неожиданные повороты, которые мы не предвидели? Что нужно делать, когда приходят трудности и переживания? Что вообще с этим нужно делать? Знаете, вот я хотел бы поговорить о жизни, особенно о духовной жизни. И тема моей проповеди сегодня – жизнь в духе или слава Богу, что мы живы? Вопрос очень простой. Жизнь в духе или слава Богу, что мы живы? Вот состояние, которое сегодня, может быть, описать – это слава Богу, что мы живы. Вот ситуация, да? Но все-таки, 1 Коринфянам 2.9 говорит, я буду читать перевод Кассиана, но как написано, «Чего глаз не видел, и ухо не слышало, и на все это человеку не приходило, что приготовил Бог боящимся его». Очень просто. Мы даже не можем представить все то, что Бог приготовил для нас. Поэтому послание к евреям говорит, что вера есть. Вера есть, осуществление. То есть желание получить то, что мы не видим, но на самом деле то, что есть. Оно существует. И в еврейской культуре также есть молитва о том, чтобы Бог предоставил нам то, что уже существует, но мы еще не видим. Чтобы невидимое стало видимым для нас, мы могли его пережить. Через неделю мы с вами зажжем первую ханукальную свечу вечером. В каждом доме зажжется свеча. В этот же вечер весь католический протестантский мир будет праздновать Рождество Христово. Я назвал ханукальное Рождество. Совпадение. Календарь такая штука хитрая, что совпадают не только времена, но и сроки. Человек, создавший этот календарь, все-таки каким-то образом чудесным оно совпадает. И мы можем сказать, что это не совпадение. Но при всем этом мы должны быть готовы по многим сюрпризам. Духовные события в нашей жизни. Каждый из нас мы живем в особое время. Каждый из нас. Мы родились не просто по прихоти родителей, желанию родителей. Мы родились в особенное время, в особенной стране, в особенном городе. Мы с вами люди, которых Бог избрал для какой-то миссии. Прожить жизнь не просто так. Послание к Ефесянам 5.16 говорит. Дорожа времени, потому что дни что? Лукавые. Другими словами, не то, что они обманчивые. Эти дни невозможно приугадать. Невозможно знать, что будет завтра. Поэтому нужно жить сегодня так, как будто завтра не наступит полной веры, надежды в Бога. Мы с вами живем в необычное время, особенно на Украине. Особенно в Украине. Несмотря на сложные экономические и политические трудности, мы с вами, как верующие люди, имеем возможность сказать всему миру о единстве протестантских общин. Мы можем сказать это. Это возможность заявить о своих собственных целях, своих ценностях, о своей морали всему этому миру. Мы с вами являемся голосом общества, друзья. На сегодняшний день мы являемся с вами голосом общества, потому что мы живем в этом обществе. Мы часть этого ойкоса, мы часть этой культуры, часть жизни здесь, в Одессе. Времена посещения. Этот народ, который ходит во тьме сегодня, не знающий Бога, он не знает так же времени его посещения. А это означает, что мы можем стать голосом совести. Голосом морали и веры. Хочу вам предоставить несколько таких отчетов мировых правозащитников за 2015 год. Наблюдательная группа Open Doors опубликовала свой ежегодный список стран, где христиане подвергаются наибольшему преследованию. И обнаружили, что преследование христиан достигло беспрецедентного уровня по всему миру. Только лишь с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 года 7 тысяч христиан были убиты. За 14 лет Северная Корея занимает первое место в этом списке. От 50 до 70 тысяч христиан сегодня находятся в лагерях смерти, можно сказать. По второе место занимает территория бывшего Ирана, Сирии, где сегодня бесчинствует ИГИЛ. Потом Электрия, потом и Саудовская Аравия и так далее, и тому подобное. Теперь слушайте внимательно. Только лишь за этот год, к концу 2016 года, примерно 100 тысяч христиан были убиты только из-за того, что они верят, что они верующие в Иисуса. 100 тысяч христиан за этот год было уничтожено. Лишь потому, что они веруют. Ежедневно 273 умирают за свою христианскую веру. 11 каждый час. А это значит, каждые 5 минут один христианин лишается жизни за свою веру. У нас собрание идет 2 часа. Сколько верующих людей в Иисуса Христа, в Ишуа Мессию, умрут за свою веру? И эта статистика, она не вписывается в те рамки, где люди посажены в тюрьму, где они ссылки, где они преследованы лишь потому, что они верующие, их не права ущемлены. Галатам, 6 глава, 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Нам нужно быть верующими. И я вам скажу, что в конце этого лета, вот этого года, в парламенте Украины был ратифицирован закон о праздновании пятисотлетия протестантского движения. Это означает, что в Украине 2017 год, он ознаменательен тем, что это год протестантской веры или протестантских церквей. Для нас это есть большая возможность присоединиться к верующим людям, потому что мы тоже своего рода протестанты, мы тоже поддерживаем ту же самую идею. Хануко и Рождество совпадают, и не просто так. Для нас это есть возможность стать участниками того, что произойдет в Одессе 25 числа, в 3 часа дня, от памятника Воронцова до памятника Рашелье. Пройдутся колонны, можно сказать, верующих людей из разных деноминаций протестантского движения, чтобы сказать о своей вере. Сказать о том, кого они верят. Вы с каждым, каждый может сказать, зачем это нужно, для чего, что нам делать с этими людьми там на площади. Я скажу вам, что нам делать. Это присоединиться таким же верующим, как мы. Сделать солидарность и показать людям, что мы едины. Колоссянам 3.15 говорит. И да, владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Присоединиться. Второе, почему мы должны это сделать, для того, чтобы без стыда заявить всем о единстве с другими верующими в теле Христа. Сказать, что мы одно и целое. Послание к Ефесянам 2.16. В одном теле примирил обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на Нем. Очень часто некие отделения происходят между мессианскими общинами и церковниками, больше как бы с христианскими церквями. В этот раз, я думаю, что нам необходимо даже показать открытость в том, что мы в одном теле. Мы не являемся пятым колесом в телеге. И, между прочим, делается трактат, где будет говориться о многих общинах города Одессы, где также будет включена мессианская община, которая была начата здесь в 1903 году Леоном Розенбергом. И там также будет история о нас с вами. Для того, чтобы, когда нам станет трудно или же тяжело, потому что мы не знаем, какие дни нас ожидают, чтобы кто-то поднял голос за нас, друзья. Потому что, как мы видим, 100 тысяч в этом году погибло христиан. И за них не поднимается голос сегодня по миру. Это величайшая трагедия. Сегодня больше христиан умирает, чем кого-либо. И вот как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Мы должны быть частью того дела, которое Бог производит на Украине. Я хочу рассказать одну историю румынской семьи в Норвегии. Эта история произошла примерно год назад или полтора. Румынская семья, которая, как и все многие люди, наверное, ждали и переживали, хотели переехать в более прекрасную страну, особенно как Норвегия. И социальная поддержка семьи очень велика. Европа, старая Европа, кажется, она уже умерла с христианскими моралями и так далее и тому подобное. Все понимают это, но я хочу сказать, что история все-таки движется вперед. И есть пробуждение в Европе, которое очень важно для вообще всего мира. Румынская семья, она, как и все остальные христианские семьи, имели детей и учили их молитвам, чтениям Писания, традициям церкви, истории. И когда в школе узнали о том, что родители как бы навязчиво говорят о молитве, что необходимо молиться, необходимо верить в Бога, необходимо читать Писание, необходимо держаться традиции, церковные традиции для того, чтобы укреплялась вера. Как они отобрали, социальная служба отобрала детей у родителей за то, что они были верующими. Все за то, что мы хотим поддержать наших детей в вере, которую мы получили от своих родителей. Вы знаете, что произошло? Был этот прецедент очень уникальный, потому что румынская диаспора по всему миру мобилизировалась и начали действовать. Более 100 тысяч человек собралось в Вашингтоне, съезжались на автобусах. У посольства Норвегии просили одной вещи, о том, что мы как верующие люди имеем право на самопределение, поддержку свободы веры и учения семьи. В Калифорнии, в Швеции, в Европе. Вы знаете, этим показали, что мы как верующие люди, мы не потерпим того, что есть унижение, и если есть права человека, то мы можем добиться этих прав. Семья восстановилась, детей вернули. Мы говорим о том, что мобилизация верующих людей сегодня важна, потому что мы живем в непростое время. И это время как раз для нас. Мы духовно живы или мы просто, слава Богу, что живы? Мы духом живем или просто живем, потому что так получается? Я хочу продолжить свою проповедь. И продолжая, 2 Коринфянам, 2 глава, с 10-15 стих. Но Бог нам открыл через Духа, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. В глубину Божию. Нам необходимо погрузиться в глубину Божьих откровений. Ибо кто знает из людей, что в человека? Только Дух человеческий, который в нем. Так и Божьего никто не познал. Только Дух Божий. Мы же приняли не Духа мира, но Духа, который от Бога. Чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что мы и говорим не словами, которые нас научили человеческая мудрость, но теми, которые нас научил Дух. Говорим, толкуя духовное, духовным. Душевный же человек не принимает того, что от Духа Божьего. Ибо оно для него безумие. И познать его он не может, потому что оно требует духовного осуждения. Но духовный судит обо всем. Сам же не судится никем. Другими словами, но живущий в Духе может судить обо всем, но его никто осудить не может. Вы понимаете, что то, что мы имеем в Боге, ту глубину познания Его милости и благости, и сказать простым людям, мы не можем, чтобы они поняли, как благ Господь, пока они не переживут того, что мы пережили. Я вам расскажу, что я пережил, когда я был частью, будем говорить, подпольной церкви Советского Союза. Я хочу рассказать о той истории, о церкви, которой я был частью. Мои родственники начали эту церковь. Они получили милость и благость, были крещены Духом Святым. Началась эта церковь. Мои родственники были членами этой общины. Мои бабушки, мои дедушки, мои дяди. И я был частью этой общины. И Саша тоже был частью той общины, где мы родились, по-моему, свыше. Я вам скажу, что это не просто была харизматическая церковь. Сегодня многие харизматические церкви отдыхают по сравнению с теми, что происходило тогда там. Это не просто были пятидесятники, это были пятидесятники на допинге. Ну, я понял, что никто не понял о том. Это на допинге. Да, 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 на допинге. Когда началась молиться, молитва начиналась и продолжалась 2, 3, 4, 5 часов, если хотите знать. Это как на стереоидах. Знаете, вот кач начинается и начинается движение. Знаете, ранние воспоминания мои о церкви, они очень интересны, потому что все в то время называли друг друга братья и сестры. Я не знаю, может, сегодня так же самое люди называют друг друга в других церквях, братья и сестры. Но в то время оно было очень важным. Попробуйте не сказать брат такой-то, такой-то или сестра. Там начиналось сразу возмущение. Ты что, не называешь меня братом? Я тебе что, не брат? Но другими словами, что я помню, как, знаете, некоторых братьев очень вспоминают таких людей, личностей. Например, брат Вильям Морозовский. Вильям Морозовский, Саша, ты его знаешь, да? Это человек еврейской натуры. Он был один из дьяковов, потом позже стал епископом. Мы к нему часто ходили на исповедь, поговорить с ним, общаться с ним, потому что он всегда имел пасторское сердце, чтобы снисходить к людям и помочь им выйти из положения. Я помню, когда я пришел к нему, сказал, что, ну, типа, я хочу жениться, но у меня нет водного погружения. Он мне так повалил по спине, ну, по плечу и говорит, Валик, даже если ради свадьбы пройти водное погружение, это нормально. Ради Господа. Я такой думаю, слава Богу, что таких служителей. Я вспоминаю брата Геннадия, это был сын старшего пастора и дьякон. Всегда, знаете, его проповеди всегда цепляли мораль человека, его внешность и так далее. Не дай Бог, ты красиво одет и модно попасться ему на глаза. То следующая проповедь будет как раз по тебе. Брат Митя, который сегодня уже как бы доживается последний, может быть, год или сколько ему, 80 с лишним лет. Я его помню как человека, который всегда норовил учить. Учить долго, до изнеможения. И особенно пересказывать проповеди, проповедника такого, как Ярл Пейсти. Геннадий, один из, мы говорили уже. Потом Георгий, а мы из другой церкви были. Брат Георгий любил последние минуты собрания. Когда говорили, итак, братья и сестры, мы расходимся. И теперь каждый поприветствует друг друга с лапзанием святым. И его поцелуи были на пол твоего лица. И думаешь, Боже мой, когда ты последний раз почистил зубы? Чем ты кушал? И вот это состояние, как бы, вещей происходящих. Потом я вспоминаю песни. Когда у нас прославление, и у нас Сергей готовит песни. Так и далее, вот подобная музыка. Тогда не было музыкальных инструментов, чтобы молодежь могла иметь эту музыкальную группу. Но в собрании сестра Эльвира всегда подбирала псалмы из сборника. И когда она начинала петь, всегда кто-то в собрании как раз не на ту ноту начинает. И понимаете, что происходит в этих песнях? Но самое интересное, это молитвы. Ты понимаешь, когда говорят, мы и так будем молиться. И все падают на колени. Сегодня все стоят и так далее. Падают на колени. И ты думаешь, что началась Вторая мировая война. Потому что все начинают плакать, рыдать, кричать, вопить. Потому что думаешь, что бомбежка началась. Знаете, такой звук трясется вокруг. Все молятся. И ты понимаешь, что вдруг начинает такая тишина. И все начинают понимать, что что-то происходит, что-то действует. И потому что сестра Маруся или Татьяна начинает громко молиться. И как будто скорая помощь набирает свой ход. Пошло, 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 пошло. И потом тишина. Ты понимаешь, что Бог что-то делает? Что-то происходит. Что-то особенное происходит. Много интересных вещей происходило в церкви. И я благодарен Богу за тот опыт, который мы пережили в те времена. Очень благодарен Богу. Это как нечто духовное возрастание в Боге и переживание особенных чувств глубины его отношений. Но я хочу вам сказать, что при всем хорошем всегда бывают и ситуации, которые не совсем приятны. В той же церкви мы переживали надсмешки. В той же церкви у коры. Также там были и сплетни, и зависть, и остальные вещи, которые не способствовали духовной жизни. Поэтому духовная жизнь и просто духовное переживание – две разные вещи. Мы можем много духовно переживать хороших вещей в собрании, в молитве, в учебе. Но духовная жизнь, она всегда отличается. И весьма духовно выглядит наша жизнь, если мы просто ее живем. Могу признаться точно, что в церкви я много получил. Но также получил моральный опыт. Я научился там, что такое мировоззрение. Какое поведение должно быть. Что я должен делать и чего я не должен делать. Но это не духовная жизнь. Это приобретенное поведение в обществе. Мы часто в религиозной жизни получаем определенные поведения, которые соответствуют таким шаблонам среди верующих. Но как таковой жизни духовной в нас нет. Та же самая тема и в иудаизме. Много правил. Как должны быть. Что делать. Кушать. Не кушать. Руками. Чистыми. Нечистыми. Что будет делать. Это создает человеку образ его, но духовной жизни как таковой. Ее совсем мало. Многие верующие сегодня держатся поверхности. Плывут. Держась за такой круг спасения. Многие, может быть, приблизили где-то к рифу. Держась за камень своего спасения. И боятся посмотреть в глубины Божьи. Потому что там на глубине они больше чувствуют, что есть хищники, которых от их съесть. Съесть. Кто из вас когда-нибудь погружался с маской и с трубкой под воду? Особенно на Черном море или других морях. Когда ты сверху стоишь, смотришь на все. Может быть, оно как-то так зябко, некрасиво, ничего не видно. Но погружаясь в воду, ты видишь красоту, которую не видно сверху. Многие верующие так же сам. Они держатся на поверхности, боясь опуститься на глубину Божьих отношений, чтобы увидеть красоту, что Бог приготовил для них. Говоря о глубоком погружении, можно сказать, в Деянии Апостола был такой человек по имени Аполлос. Его часто встречают. Павел говорит, Аполлосов, Павлов. Деяния Апостола, 18 глава, 24 стих. Иудей некий по имени Аполлос, родом из Александрийсы. Муж красноречивый прибыл в Эфес и был силен в Писаниях. Был он наставлен пути Господню. И пламенея духом говорил и учил об Ишуа, точно зная только крещение Иоаннова. Он начал с дневновением говорить в синагоге, услышав его, прискила Акила, приняли его и еще точнее изложили ему путь Божий. А когда он хотел прийти в Ахию, то братья его в поощрении ему написали ученикам, чтобы его приняли. Прибыв он, много сделал у верующих благодатью. Ибо он с большой силой всенародно опровергал иудеев, доказывая в Писании, что Ишуа есть Мессия. Что-то интересное в этой формуле. Что такое глубокая жизнь? Жизнь в духе, когда ты можешь использовать дар, который ты имеешь, процветать в нем и приумножать. Каждый из нас имеет дар. Аполлос имел дар красноречия. Говорить, проповедовать. Но, друзья, дорогие, каждый из нас имеет дар. Петр говорит, 1 Петра 4 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как хорошие домостроители, многообразной, то есть переплетенной, различный способ благодати Божией. Мы имеем с вами, у каждого из нас есть дар. Благодать и дар исходят от одного слова, коренного. Ты только можешь быть духовным, когда ты, имея дар, его увеличиваешь, умножаешь. Когда ты преуспеваешь в своем даре. Один из даров таких это домостроительство. Да, вот, домостроительство Божие. Некое умение работать с финансами. С теми дарами, которые у нас есть. Если ты человек, который способный в бизнесе, то ты не можешь просто быть способным ради себя. Ты успеваешь, ты преувеличиваешь свое богатство для себя и для Царства Небесного. Если ты способный, ты можешь его увеличить. Если человек способен в сфере работы на предприятии, он хороший бухгалтер. Хороший, можно сказать, управленец. Он должен успевать в своем даре. Для того, чтобы его работодатель мог быть приобретен для Царства Небесного. Человек имеет дар гостеприимства, располагает к себе. Он не только увеличивает эту возможность расположения, то есть служить людям. Он также увеличивает состояние, когда люди говорят, мы благодарны тебе. Этим даром он служит другим людям. Если человек имеет дар вспоможения, с большим желанием, он хочет помочь людям в служении, он увеличивает свои способности. Ты духовно жив, когда возрастаешь в своем даре. Второе. Ты духовно жив, когда ты возрастаешь в Священном Писании. Невозможно возрастать, если ты не используешь Священное Писание. Ты должен изучать. И был он наставлен в пути Господня, и пламене Духа говорил и учил об Ишуа, точно зная только крещение Иоаннова. Другими словами, он был наставлен. Он был человеком, который знал Писание. Когда мы говорим о жизни в Духе, нам всегда надо помнить, что нужно увеличить свое познание Библии. Мы должны изучать ее, мы должны даже цитировать ее, мы должны использовать точно Писание. Как писать? То есть соло скриптура, да? Писанием только. Но не всегда так происходит. Я встречал людей, которые очень хорошо знают Писание. Они очень хорошие теологи. Когда вы начнете с ними говорить, они тебя просто впечатляют своими знаниями Библии, но они не имеют глубины отношений с Богом. Они на твое незнание превосочатся своими знаниями. Духовно живет тогда, когда ты находишься в наставлении в пути, наставленном пути. Другими словами, Псалом 24 говорит, укажи мне, Господи, пути твои, научи меня с тезем твоим, направь меня на истину твою, научи меня, ибо ты Бог спасения моего. На тебя надеюсь всякий день. Через знание Слова Божьего мы имеем жажду по Богу. Когда мы изучаем Библию, у нас появляется жажда. Мы видим чудеса, знамения, мы видим, как происходят в жизни людей изменения. И мы жаждем глубины отношений с Богом. Божий путь и Божья истина – то, эти два направляющие, которые помогают нам познать глубину отношений. Я уже говорил, я встречал разных людей, но если эти люди, зная только Писание, не имеют отношений или же не наставлены в пути Божьем, их совесть, она, как сказать, ну, она опачканная. Они прибегают людьми, они унижают людей, зная то, что они знают по Писанию. И я хочу поговорить о том, чтобы никто не погиб. Библия должна нас научить словам, которые в глубину уходят в спасение для людей. Если мы считаем все духовно живыми, тогда мы возрастаем не только в Слове Господнем, но и в путях Господнем. Это возрождение. Это то, что мы должны переживать. Примерно 25 лет назад я учился в библейской школе, в колледже. Я на самом деле уже мало помню того, о чем там преподавалось, честно. Многие из вас, наверное, тоже забыли вашу школу, когда вы учились, что такое будет 5 плюс 5, минус 3, 25 или минус 4, корень 25. Попробуйте все вспомнить. Мы все забываем. Но знаете, когда мы говорили о Духе Святом, потому что колледж, которым я учился, это был духовный колледж. И когда говорили о Духе Святом, они говорили о том, что Дух Святой сошел на Ишуа в виде голубя. Понимаете, да? Не то, что голубь слетел, да, вот так вот, а в виде голубя. То есть некий прообраз. Если это прообраз, значит, это очень важная тема. И когда я помню, как один из профессоров говорил, что у голубя все-таки два крыла. Правда? С одним крылом голубь не может летать. И эти два крыла, интересно, что у голубя 9 перьев в каждом крыле. И эти 9 даров и 9 плодов Духа Святого. Знаете, вот так красиво, как вы выразили, 9 плодов и 9 даров Духа Святого. И если ты подрежешь хотя бы часть крыльев, которые с одной стороны, например, плода, да, то голубь не способен летать. Он не имеет баланса. Даже если он сможет лететь, он будет летать. Я не знаю, как вы были пацанами, делали такие вещи. Подрезали крылья голубям, они так подкидывали, они такие. И так вот летали. Нет? Никто не делал. И сразу, да, и сразу, ну, все-таки интересные какие-то вещи пацаны умеют делать, да. И сразу ты видишь, как только это происходит, когда только голубь неправильно приземляется и так далее, сразу будут хищники. Сразу коты, сразу раз, кто-то пытается напасть на этого кота, на этого голубя. Я помню, как у нас был голубь, да, вот, в доме. И у него было что-то с крылом поломанное, что-то еще он выпал из нас окна. И мы видели, как коты сразу резко туда бегом напасть, уничтожить. Когда у нас одна из сторон страдает в жизни, духовная, плоды, то есть это одна часть, и духовная часть, и другая часть. Есть дары, есть плоды. То, что мы должны принести плод в жизни нашей. Если страдает одна из частей, всегда будут враги, которые хотят у нас уничтожить. И вы знаете, этот враг есть дьявол. Я верю, что нам нужно жить в духе. Есть люди, которые сильны в слове. Я знаю, что есть люди, которые сильны в слове и в духе. Но когда касается жизни по плоти, то есть характера, они не стоят ломаного гроша. Они красиво говорят, но не совсем хорошо действуют. Живущий в духе любит дела Господни. Человек, который живет в духе, он любит дела Господни. Милость, благодать. И он явно чувствуется и хочется передать это людям. И все это использует для других. Такие люди любят то, что нравится Богу. Люди, которые живут в духе. Они готовы идти два пути. Отдать верхнюю рубашку, поделиться последним куском хлеба, напоить жаждущих, посетить обездоленных. И при этом оставить им слово назидание, которое поможет им подняться. Есть люди, которые любят бедных, но не доверяют общинам. Любят Бога, но не его тело. Есть те, кто любят церковь, но не любят и людей. Есть те, кто любят церемонии. Какие вот религиозность, но не делают дела благочестия. Но если ты жаждешь Духа Святого, ты жаждешь его пережить, нам нужно думать о дарах Божьих. Опуститься глубже на откровение, которое Бог имеет для каждого из нас. Это жизнь в духе. Давайте мы будем стремиться к этому. Давайте мы будем видеть Божьи дела. Суммируя мое послание, я бы хотел подчеркнуть природу Бога. Кто Он? И что Он для нас? Псалом 102. Мы можем его читать бесконечно. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляет подобно крылу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал путь Своим Моисею, сынам Израиля, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Это Бог. Наш Бог с вами. И если мы дети Божьи, Писание говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии. И если его характер такой, как написано в 102 Псалме, то мы можем иметь и духовную жизнь, которая определяется в дарах и в плодах Духа Святого. Чтобы быть духовно живым, нужно гореть Духом. Аполлос, вернее... Мы видим, что в Деянии Апостолов, 18 глава, где говорится о... Ой, уже в головах... Перелетает, еще летает до сих пор. Аполлос, который не только учился Писанию, но написано, что он горел Духом Своим. Он был научен пути Господа и говорил очень горячо, убедительно, уча обешула правильно, хотя сам знал только крещение Иоанна. Он горел. Знание, страсть, желание, но также имел. Энтузиазм имеет корень, который заложен в слове Бога. Вот энтузиазм. Мы должны не просто делать дело весело. Нам нужно иметь сердце, которое делает все с энтузиазмом, с желанием. Нам не нужно быть пожарниками. Нам не нужно быть пожарниками. Пожарники те, которые тушили страстный огонь по евангелизации. Есть пожарники, которые тушат страстный огонь по молитве. Есть пожарники, которые тушат подготовку к праздникам, не желая делать одно, другое, третье, убивая в людях страсть и энтузиазм по Богу. Мы стали с вами многие пожарниками, но давайте мы изменим это. Что значит быть духовно живым? Это значит быть страстным во всем, что касается общины, тела Мессии, проповеди Евангелия. Страстными, желанными, делать все с энтузиазмом, собираться в домашних группах, делать Божье дело хорошо. Вы скажете мне, что делать? Я скажу, что делать. Дружить с пламенеющими людьми. Найти людей, которые захотят молиться, захотят посещать, захотят идти в домашнюю группу, которым нет все равно. А что не нужно делать? Как вы думаете, что не нужно делать? Удаляйтесь от пожарников. Удаляйтесь от пожарников. Потому что ихний негатив, который гасит постоянно ваше желание молитве или евангелизировать, или что-то другое, оно не созидает. Оно вас заглушает. Римлян, 20 глава. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, к снежностью. Спочтительны друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. Обмолите постоянные. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странстве преемствия. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущимися. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Вы скажете мне, зачем такая вот проповедь нужна сегодня? Я вам скажу зачем. Я верю, что каждый из нас хочет внутри, мы хотим познать Бога. Но также мы боимся опуститься на глубину отношений с Ним. из-за прошлого нашего переживания. Кто-то мог быть, ну или стал жертвой ссор, наговоров. Может быть, незаслуженно вас обвинили в чем-то. Поэтому этот опыт, который мы пережили, Бог говорит, церковный опыт с верующими людьми, так называемый духовный опыт, мы боимся опуститься в глубины Божьи и познать Его Бога любящего. Мы боимся рискнуть теми откровениями, которые Бог нам дал, теми задачами, которые Он нам предоставил. Мы на поверхности. И в нашем разуме не красота океана, которая бурлит к жизнью. У нас в голове есть страх. А где те акулы? Как далеко не от нас. Поэтому буду держаться поверхности и не буду углубляться в Божие откровения, в Божие описания, в Божью евангелизацию. Страноприимство. Я не буду углубляться в ту работу, которая происходит в общине, в городе. Я вам скажу, для меня следующий год – это знаменательный год. Во всем. В многих вещах. Следующий год – это не только реформация. Это будет 500 лет. Весь год, да. Также мы будем праздновать 20-летие библейского нашего института. Да. 20. Ну, он начался, говорю. А потом мне в следующем году исполняется 50. Нормально. Тоже знаменательно. У нас есть планы, которые мы перед Богом положили. Скажем, мы хотим видеть изменения. Участие в отношениях с другими церквями, общинами. Празднование следующего года реформации. Вы знаете, очень часто предполагают, что евреи, имея свою идентичность, свое желание иметь свое служение, пытаются выделиться от общей массы христианской жизни. Но это неправда. Мы являемся частью Божьей общины. Мы являемся частью всего тела Мессии. Поэтому следующий год изменений. Давайте мы сейчас ставим наши ноги. Хотел бы обратиться к вам, если вы хотите Божьих глубин, Божьих отношений. Может, стоит уже начать изменять свою жизнь, потому что некие привычки, которые у нас есть, добрые или плохие, они наследуемы. Но Бог сегодня призывает нас не следовать привычке, а следовать призванию. чтобы услышать Его голос, чтобы сделать обновление своих отношений с Ним, чтобы стать доверять Ему и опуститься на бескрайние благословения, которые Бог приготовил для любящих Его. Не приходило это вам на разум? Не видели вы своими глазами то, что Бог приготовил вам еще в этом году, например? Ну, это удивительно. И я прошу, чтобы мы сейчас помолились. И мы помолились в том негуне, который вы почти заканчивали. Помолились в Духе Святом. опустились в Боге. Открыли свои легкие для того, чтобы вдохнуть Божьим Духом. Это время для нас. Святой Израилев, Хинени, вот мы стоим перед тобою. полной благодати и милости, которая изливается от Тебя. Хотя мы видим, Господь, что в этом мире не все постоянно, все временно, все абсолютно временно, скоротечно. И наша жизнь то же самое. Когда приходят слухи, слова, мы знаем, что происходит вокруг нас, в нашем городе, в нашей стране, когда мы услышим, что происходит за границей, всегда потрясает нас. Дай нам не концентрироваться в том, что происходит там, а что происходит у меня внутри. И если, Господь, сегодня мне нужно потрясение, если мне сегодня нужно, Господь, чувство, чтобы я прикоснуться к Тебе, к Твоей благодати, Господь, делай это, делай это, Господь, сейчас, Твоим Духом, что Ты наполняй нас, чтобы мы горели для Тебя, Господь, чтобы мы помелели для Тебя, чтобы мы, Господь, всегда были готовы на всякое доброе дело, Боже наш, чтобы мы могли, Господь, действовать в Твоем Духе, чтобы Ты через нас это делал, где больным, которые у койки, Господь, получить слово исцеление, ободрение и слово наставление для тех, кто нуждается, Господь, чтобы мы были утешением, Господь, вместе с Тобою. Боже, Твоя община, Твоя, Господь, как и лад, Твое место пребывания, оно не должно пустовать, и мы приглашаем Тебя в Рулах, Дух Святой, в нашу жизнь.